Великий день физичной культуры отбылся в Могилёве. Телерадо-компания Могилёв суместно с могилёвским гарвы-конкамом другий год за пар подарили спортивное свято для могилючан и гостей города. На некольких годин набережная Дубровенка перетворилась в спортивную залу под открытым небом. Великий день физичной культуры стал яркой и долгочаканной падеей. Сотни гостей и не меньшая колькость удельников. Одни демонстровали своё спортивное мастерство, иншие были у пошуках. Батьки и дети, что пришли на свято, могли записаться в спортивную секцию, якая затекавила. На футбол, да. Я хочу на кокей. Они же будут и здоровенькие, и спортивные, и умные, и развитые дети. Здесь же всё очень комфортно и удобно. Приходим, смотрим, трогаем, пробуем, участвуем, что нравится, берём контакты, а потом уже начинаем заниматься и непосредственно этим видом спорта. По интересной программе Великого дня физичной культуры поудельничать мог каждый, например, футбольный клуб «Торпеда» гулял товарищеские матчи с всеми, кто пожадал. Мы получаем хорошие эмоции от сегодняшнего мероприятия. И вот мы видим, что ребята довольны, и мы тоже. Поэтому я думаю, что такие акции должны быть чаще, и это идёт всем только на пользу. Свою программу так само представили вядомые фитнес-клубы города. На спортивные свята завитали знакомитые спортсмены Могилёвщины. У приватности Микита Цмых – самый худкий пловец у Беларуси и удельник Олимпиады у Рио-де-Жанейро. Я желаю, чтобы все занимались спортом, потому что нет ничего важнее, чем спорт, потому что ты улучшаешь своё тело, строишь его, как тебе хочется, и спорт поднимает настроение. Это тоже очень важно. Прохладная Веросневская надворья не перешкодила святу. Великий день физичной культуры обещает вернуться. Алена Соловьёва, Николай Соболев, Новинырегион.